эта конференция записывается итак смотрите это где-то ваших табличка в общем давайте я покажу покажу вот что тогда администратор заходит на главную страницу он видит вот это расскажу как можно автоматически собирать без нашего и без моего соответственно участия показывать картиночку и описание надо да конечно для этого надо узнать три простых вещи и не надо быть для этого программистом потерялась моя рисовалка ну вот вот это называется ряд вот это называется колонка вот в этом ряду две колонки каждой колонке могут быть элементы например такие вот аккордеон чеки кнопочки и так далее вот это тоже ряд здесь тоже уже курсы только здесь я сделал самоделки там всего было два курса я на них потратил время думаю попробую покажу вот этот ряд в нем одна колонка но только сами автоматически собираются курсы вот это соответственно тоже ряд с курсами и пошли ряды с курсами как это сделать автоматически в этой теме есть очень интересная и редкая опция такой нигде не видел в этой теме она у вас есть from page builder и здесь мы видим знакомая нам ряд в нем колонки и что-то добавленное но я их сделал серыми скрытыми чтобы не терять работу вдруг вам это пригодится вот снова ряд в нем однако колонка и и или а единственный элемент который собирает курсы автоматически и вот это все пошло автоматы точнее они могут делать автоматически но я вынужден собирать их вручную для этого я поясню что у нас происходит вот если здесь есть меню вот это сделал меню это стандартная модуль такое меню собирается есть меню которое вызывает категорию у нас начинается тихий ужас смотрим что за ужас категория называется курсы по профессиональным навыкам юристов юристов в ней две подкатегория можно развернуть и в ней два единственных курсика два единственных курсика все остальные то пустышки которые не нужны и и речь о чем если их удалить и в категории увидеть открыть просто категорию у нас решается очень интересная задача смотрите автоматически вырисовывается а то что и было в задании то есть картиночка причем такая вот анимированная название курса и описание понимаете вот если бы у нас сразу это сделать не вот таким длинным путем он сколько тут у вас этих категорий а сразу меня вот таким путем показывает то появляется вот эта витрина так называемая всех курсов это нестандартный показ в модул так никогда не делалось и можно их показать двумя видами вот эти курсы или списком вот это классический вид модул то есть здесь название описание вот такие вот аккордеон чеки можно потому что если длинное тяжело читать а так он открывает то что ему надо вот я уже начинаю немножко смешивать от одного к другому но вы давайте вернемся если вы на главной странице как написано в техническом задании покажите ссылку на категорию и кликните по ней у вас с главной страницы должна появиться вот такая вот готовая витринка и сколько бы вы в ней не добавляли курсов все они будут вот так вот работа и так вернемся к этой колонке с категориями а сейчас мы идем мне кажется неправильно хотя это и не сложно потому что в настройках вот этого элемента я вручную указывал номера вот это айди это номера курса они видны вот если каждый из них открыть он каждый имеет номер юрий а скажите пожалуйста вот я по вашей просьбе выписывала номера и увидела что у некоторых курсов номера одинаковые такого не может быть такого не может быть они все отличаются только вот этим номером и вот я многократно с ошибками с переделками то так то всяк то что вручную то одно то другое записываю хотя на самом деле можно было бы сделать иначе include включить категорию номер категории все они пронумерованы давайте еще раз вот эту категория вот номер 2 циферку 2 запомнил и сюда вставил циферку 2 а в курсах не вот это вот вручную прописывать а показать все и указать сколько страница сколько курсов на страницу тут у вас их немного можно любое число и тогда по идее он бы показал без вот нашей вот это вот мороки еще раз показать категорию 2 показать все курсы и все но это не работает потому что они у нас заложены вот таким вот ужасом как вы смотрите на то что я если я прямо сейчас вот этот и вот этот курс он двадцать первый и двадцатый я их уберу из этих под категорий и положу и прямо прямо вот сюда да давайте ну что ну вот логически эти под категории они только мешают только мы просто делали эти под категории с тем что там будут потом курсы но они могут быть потом да они могут или вообще не быть вы можете расширяться а потом также добавлять строчку с курсами на главное у вас будут добавляться новые красивые категории и так это находится где вот эти они находятся в категории курсы по профессиональным навыкам вот они в ней есть под категория вот здесь есть два курса вот они я сейчас открываю помечаю галочкой вот так культурно это не опасно и перемещаю куда в курсы по профессиональным навыкам юристов вот сюда перенести юрий правильно ли я понимаю что если в категориях есть вложенные под категории то вот эта автоматизация работать не будет правильно но вы открываете магазин а в нем другой магазин естественно надо туда заходить мы избавляемся от лишнего лишней двери в этом магазине и получаем вот следующее открываем снова курсы по профессионалам все у нас сработало у нас курсы открыли сразу вот как витриночка как нам хотелось вот она сразу видно причем видно всем и тем кто не записался вот что делать с остальными остальные можно не трогать пусть висят эти и теперь мы берем показываем вторую категорию показываем все нажимаем сохранить сохранить и смотрим что мы получили на главной странице сейчас он сохранит мы получили то что и хотели а ничего не получили ничего не получили извините номер не вышел еще раз так курсы по профессиональным навыкам юриста в нем категория точно 2 ну-ка да два вот они тут два курса вот они тут появились и в этом конструкторе показать все показать все почему-то не сработало ну я короче думаю не буду вас парить оно должно было так сработать почему-то я разволновался или что-то что-то у меня не сразу получилось еще раз обновить главную страницу должно быть автомат точно так же точно так же точно так же так что то он не работает не работает а это номера 21 и 20 ну давайте тогда еще раз вручную я правильно понимаю что все пользователи с ролью и правами администратор они вот эту панельку конструктора видят да 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 вы там можете все это творить так include 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 два какой там двадцать и двадцать один два двадцать один и двадцать а здесь надо цифры запятая никаких пробелов система реагирует на наличие там запятых пробелов вот как вы сейчас ставили она она и и пробел берет и без пробела берет так ну я не знаю что то тут пока не вижу результата это конечно ужасно для вас для меня нет не нужно может быть из-за того что вот эти категории вмешаются да тут еще две категории висят может быть их смотрите вот медиация пустая переговоры пустая это предполагается ну делалось под то что в ближайшее время там появятся курсы ну мы вот вчера с марией обсудили что можно пока это все удалить и мы просто когда эти курсы появятся лучше заново сделаем после того сделаем давайте вот эти пустышки где нули удалим их создать там элементарно ну да и создать две минуты согласна основные дополнительные вот это вот все пустое все пустое всю эту категорию ну вот так удалить может быть поэтому он не работает у меня то все работает по других сайтах да она пустая он предупредил что она пустая но главное что то изменится от этого все равно что то он не меняет не меняет тут я буду брать паузу хорошо юрий скажите пожалуйста вот здесь все автоматом он берет да а смотрите вот меню курсы которое на верхней ленте там у нас видны три три категории курсов да курсы там для ну вот сейчас вот если откройте пожалуйста раскрывающийся списочек меню наверху вот это ну выше поднимитесь вот где закладка на синей ленте да вот да 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 все правильно здесь курсы по профессиональным навыкам курсы которые для юристов хотят больше курсы для не юристов о праве и правах то есть в меню я вижу три категории а в ленте курса вот на стартовой странице у меня не идентичные категории ну как бы я вижу не идентичные категории почему так получается как избежать не идентичные по чем по составу ну по названиям даже вот на плашках на вот этих синих вы вернитесь на стартовую страницу не во внутрь категории чтобы мы провалились а прямо на стартовую страницу я просто может быть логику не понимаю сейчас мы логику как бы обсудим тут в логике вся проблема так и что а вот этот список не соответствует да да вот эти на синеньких плашках названия курсы по профессиональным навыкам юриста курсы для юристов которые хотят знать больше сейчас вот на сером фоне посередине и в самый низ если мы опустимся вот прям самый низ разное да разное а в меню курсы я вижу три других категории у меня получается в голове разрыв непонимания почему так вот это меню я брал из технического задания а разное появилось а в разном меню точнее не так в техническом задании была задача на главной странице можно разместить вот такие четыре категории давай да вот эту последнюю категорию ее нужно скрыть от пользователей вот это разное да вот а в техническом задании было написано показывать ну мы просто вот вчера тогда мы ее вот так сейчас сделаем мы ее скроем от пользователей я понял как скрыть а разное в установках или где нет вот здесь вот и можно ее сразу переименовать в курсы в разработке то есть она чтобы называлась не разная а курсы в разработке да мы решили что все курсы которые не готовы мы отправим в эту категорию да и вот вот я показываю вот этот отряд hidden скрытое да все оно стало серым и его в установках переименовать в курсы в разработках угу то есть админы будут ее видеть да в разработках в разработках или в разработке в разработке в разработке кстати еще я хочу у вас спросить самую главную вещь а зачем вам с главной страницы их осуществлять я понимаю что вы скажете чтобы быстрее находить то что разработано да а почему бы вам не обратить внимание на закладки этого тоже нигде нет в моду только в этой версии в этой теме вы любую страницу допустим автор работает со своим курсом каким-то или страничкой с настройками он берет ее и размещает в избранное вот у меня тут и плагины и как поиск находить вот надо мне снова найти поиск я не иду в блок администрирования ищу там долго а сразу в закладочки раз и положил надоела мне эта страница я ее могу удалить а закладки так могут формировать администраторы только пользователи у каждого в свои закладочки у надежды одни у другой другие и это удобно это ускоряет время то есть смысл на главной странице размещать вот эту категорию там по ней разыскивать это дольше вот так авторизовался и сразу появилась своя закладочка вот надо мне иметь язык там что-то я сразу раз мне это я часто ею пользуюсь меняю английский на русский или там вот мы что-то меняли или плагины поставить я не где настройка чтобы категория не отображалась на главной странице в управление категориями чтобы настройки не отображались на главной странице ну вот смотрите вы говорите что вот это покажите пожалуйста сейчас поллина у нас что там вместо разные вот до конца опустите так не вижу пока вот разными вот оно разное а теперь оно Оно так и осталось разным Ну, я не обновился Опа А, значит, не в том месте Извините То есть, вот нам надо понимать Если вдруг нам забожается Чего-то вот так сделать Где мы можем это сделать сами? Вот эти вот изменения На вот этих вот сереньких плашках Вот, вот, вот Вот здесь Вот в этом рядочке Где-то разные Уже потерял Где-то разные Ну, в самом низу, наверное Вот они, курсы в разработке Здесь мы видим, написано курсы в разработке Да, вот здесь, извините Вот здесь Rowheader написать курсы в разработке Ну, я-то в инструкции это все писал Медленно, не спеша Сейчас уже тороплюсь Могу еще раз записать И теперь мы снова заходим на главную А, то есть, вы уже делали для нас Видеоинструкцию какую-то, да? Для админов центра? Да, тихо, не спеша, делал ту инструкцию И там это я все рассказывал Ряд, колонка, название Вот, курсы в разработке исправились Так, Наталья, вы спрашивали Куда делись категории курсов с главной страницы? Я имела в виду, что в меню, который вот вверху на синей ленте Да, вот это меню Должны соответствовать Ну, должно быть все точно так же Вот три категории здесь И три категории пользователь видит вот в этой основной ленте Я именно это имела в виду Как это изменить, да? Ну, да, то есть, чтобы это было всегда именно вот так Это штатные средства Moodle Находятся они во вкладочке В блоке администрирования Внешний вид Настройки тем Сейчас я их открою И тут ручками все пишется Сейчас покажу Это в любом Moodle есть Вот как она работает Курсы и без ссылки Вот они, курсы Вижу, да Дальше черточка, то есть внутри Название Потом вот эта вот палочка Я не знаю, как ее вводить с клавиатуры Я ее вот отсюда копирую Вот так вот Ага, поняла Дальше ссылка Поняла Вот ответка То есть мы просто формируем это меню Поняла, Юрий А если вы захотите добавить еще одно меню А вот заработало Вот сюда Вот сюда И вы подавите Вы также здесь пишете Слово там Наши требования К примеру Ну или инструкция Ну да, да Я поняла Обзаца Можно пойти дальше Еще написать две черточки И тогда появится вложенная Вот категория Вложенность Все Поняла Да Если вы захотите им помочь И сохранить То есть если мы Да, вот это очень важный момент Я тоже спрашивала О возможности вложенного в меню То есть если мы все-таки примем решение Что должны быть категории и подкатегории Тогда у нас вот в этом верхнем выпадающем списке Будет меню и с вложенными Ну с подкатегориями Вот показываю пример Как вот работает Без черточки Без черточки Это с одной черточкой Да, да, да С одной А вот тут С двумя С двумя Да, я вижу Вот такое меню Поняла Вот такие вот моменты Можно спокойно Без программирования Самое пределое Вставить черточку Ну вы уже хитрость показали Я думаю мы таким же способом справимся Да, да, да Вертикально Вертикально Поняла Знаете у меня еще какой вопрос У нас к сожалению Я уже перехожу от вот этой вот задачи Да, то есть здесь Ну понятно сейчас как бы наглядно И когда будет видеоинструкция Ну либо я попрошу Алины То что вы уже передали видеоинструкцию Где вы говорите медленно записывали Или вы будете новую писать Я хотел бы писать Когда все будет уже готово Готово Поняла Я тоже сделал по просьбе Алины Чтобы ее успокоить Что я умею писать инструкции Умею объяснять Но не уверен что их кто-то будет смотреть Будем Я вас уверяю Будем И я Обязательно будем Вы вот почаще выходите Там раз встретились Обсудили Показали Ну Была пока Невозможность У меня выйти Вот как появилось Так сразу вышло Я рад что вы здесь Я вас Хорошо знаю Наталья Так заочно Рад что вы здесь Так Значит Давайте я После нашей встречи Мы договорились Что я Все эти Вот управление категориями Почищу Пустые все удалю Вон тут еще полно нулей Воспособно тут Кот наплакал Да Да Ну мы же только начали Все это дело Поэтому у нас действительно Пока слезки Но мы рассчитываем Что будет океан Ну тем не менее Я могу сказать Что некоторые курсы Просто фантастически хорошие Ну мы стараемся Некоторые не очень Но вот Задел очень сильный На самом деле Особенно Мы Да Только в начале пути Вот Вот это вот Тетенька Автор курса Как ее Мария Воскобитова Наша замечательная Это наш Да Очень красивый Да Еще какой момент Мы забыли Но хотели Обратите внимание Что мы сейчас видим Не категорию А просто страницу Такого в Google нет Я сейчас покажу О чем идет речь Я поставил плагин Под названием Manage Pages Он создает Просто пустые страницы В которых можно Размещать Что угодно Вот видите Что я создал Да Некоторые делал По наитию Не по техническому заданию Что-то оказалось Ненужным Я это Не показываю Но Если вы хотите Сделать Вот эти курсы По профессиональному И тут два курса Сделал На продажу Покрасивее Вот тут есть кнопочка View Есть Edit Есть Delete А есть кнопочка Добавить страницу Если вы захотите Что-то там красивое Конференцию С лендингом Там еще Чтобы там никаких блоков Там никаких Ничего там Постороннего не было Вы создаете Страничку Пустую Даете ей название Например Конференция Я не буду Долго рассказывать Не долго Есть разные образцы Я обычно беру Стандарт Там можно И какие-то Еще вычурные формы Брать ли Какую-то Дочернюю Подкатегорию Например В инструкциях Будет внутри Она заложена Или в витрину Будет заложена Показывать ли Вот это Меню Крошки Вот эти Да или нет Они не всегда Нужны Они могут Запутывать И дальше Вот здесь Пишите все Что вам надо Картиночки Видео Там Все Оставляете Целый лендинг Можете туда Или про преподавателя Какой он хороший Потому что О преподавателе Если вы продаете Надо очень хорошо Рассказать Его И титулы И звания И программу Курса Цели Задачи Технические требования К обучаемым Сроки И оплата И там много чего Может быть Понятно Что на обычный Никогда не влезает На обычный Вот здесь Вы делаете Такой лендинг Продающий И сохраняете Вот Нажимаете Сохранить Сейчас я удалю При вас И тогда У вас Вот я сейчас Обновлю страницу Появилась Появится Новая страничка Conf Вот так вот View Через Вкладочку И вот У вас Появилась При этом Сапочка-то Осталась Да Да А вот тут Все Что вы хотите Красиво То, что нужно Новое Да Вот это Мало кто знает Это хорошо Для каких-то Корпоративных Там Таких Серьезных Проектов Где нужно Показать Всю мощь Этого курса Где лежит Вот эта страница Где лежит Этот плагин То есть Если у меня Его нет Закладка Где я его могу Найти Он называется Manage Pages Если вы Забудите Да То заходите В поиск И ищите Я тоже Иногда Забываю Просто Пишу Pages И он Находит Даже Не помню Где он Лежит Где-то Там Ну я Поняла Быстрый Поиск Вот он Нашелся Manage Pages То есть Это Локальный Плагин Это Не Блок И И Все Открываете И Сразу Закладочку Вот Вот так Как я И у вас Всегда Там что-то Будет Поняла А чтобы Пользователи Обычные Увидели Ну вот То что мы Сделали Где-то Там На какой-то Странице Сайта Это Как выводить Туда Этого Сайта Ну да Да Вот Что касается Вот этот Гостевой Негостевой Хорош Вот этот Manage Pages Локальный Логин Он доступен Всем Он не требует Зайти Гостем То есть Это Как раз Для продаж Понятно Да Он доступен С любого Телефона С чего угодно Я поняла А как нам его На витрину Например Вывести Ну вот У меня пока Немножко Логика Не срослась Ну Если вы Создали Эту Продающую Страницу И Хотите Чтобы она Была На главной Странице Да Зайдем Мы должны Сказать В виде чего Вот такой Картиночки Красивой Или Или Какого-то Блока Давайте Сейчас Вот мы Зайдем В этот Front Page Builder И рассмотрим Варианты Это очень интересно Когда вы Потратили Время На человека На еще Кого-то И хотите Его На главный Показать Сейчас Мы Рассмотрим Варианты Итак Вы Начинаете Добавлять Строку Сначала Она Спрашивает Сколько В этой Строке Будет Колонна У вас Там всего Одно Единственное Какое-то Мощное Мероприятие Значит Одна Колонка Хорошо В эту Колонку Нужно Добавить Элемент И вот Тут Очень Мощный Набор Инструментов Из которых Нам Нужна По-моему Box Image Чем Отличается От Просто Картинки Где тут Картинка Вот Image Это Она Подведение Мышки Приближается Вот Это Интересный Эффект Такой Анимационный Ближе Человека Ближе К зрителю Эту Картиночку Показывает И Нужно Добавить Добавить Саму Картинку Вот Тут Вот Имидж А потом Картинку Берем Какую-то Красивую Картинку Select Image Ну Вот Допустим Вот Этот Из Аси Человек Как Как Добавлять Сюда Картинки Это Уже Готовые Нужно Загрузить Да Поняла Вижу Да Вот Тут Некоторые Нюансы Ну Я думаю У вас Есть Время Если Вам Интересно Я Это Сейчас Расскажу Берете Дрэг Дропом Перетаскиваем Понятно Вот Тут Вот Досада Будет Которая Недокументированная Вот Где Эту Картинку Вот Я Перетащил Сохранить Он Спрашивает Да Вот Тут Надо Согласиться Он Будет Что-то Поджевать Не Обращая Внимания Close И Что И Где А И вот Она Появилась Вот Тут Самое Сложное Понять Догадаться Как Ее Загрузить И Когда Ее Выбрали Вот Она Выбралась Дальше Над Картинкой Может Быть Текст Приходите Приглашаем Крупный Текст Можно Ее Засветить Дать Засветочку Какую-то Там Изумрудную Сделать Ее Так Стилизовать С прозрачкой Это уже Если Так Изощряться Дальше Вы Даете Ссылку На Посадочную Страницу Которую Вы Создали Вот Это Вот Вот Она Конференция Не Просто Показать А Куда То Пройти В Эту Ссылочку Скопировали И Сюда Вставили Линк Где Открывать В Новом Окне В Новом Или Старом А тут Тоже Надо Логически Чуть Подумать Если Вы Не Хотите Чтобы Он Уходил С Главной Страницы Туда Ему Даете Вот Это Новое Окно А Главное Остается Откладыш Ну По умолчанию Он тут Пишет Своё А вы Напишите Своё Приглашение Чтобы В этих Рядах Потом Не Запутаться И Сохранить И Сохранить И тогда На главной Странице Сохранить Сохранить Изменения Тоже Нам Надо Сохранять И Тогда Открываем Главную Страницу Смотрим Что Получилось Вот Она Смотрите Ну Она Тут Конечно Гигантская И Не Та Вот Тут Текст Кстати Вот Этот Текст Там Есть Три Варианта То Ли Он Внизу Картиночки Написан То Ли По Центру За Светочкой Видите Зеленая Сработала То есть Вот Мы Добавили Ряд В нем Один Элемент Вот Это Вот Box Image Вот Тут На свою Конференцию Или Что-то Там Размещаете Я поняла Соответственно Удалить Легко А вот В этом Конструкторе Плашки Вот Эти Они Можно Их Менять Местами Перетаскиванием Или Нет Сейчас Так Этот Ряд Удаляю В нем Я сейчас Не договорил Вот этот Сказал А не договорил Где А вот Тип 1 2 3 Где будет Текст поверх Картинки Мне кажется Третий вариант Будет Лучше Потому что Он Будет Внизу Картин Внизу Картинки Вот Сейчас Вы видите Разницу Сейчас Обновиться Вот Картиночка Чистенькая А вот Этот Подзаголовочек Его надо Было Еще По Контрастный Цвет Вот этот Прибрать Он Вниз Ушел Да Я вижу Ага Вот Приходите И Я ее Удалю Чтобы Вас Вашего Босса Не испугать Подумать Там С ума Сошли Сохранить Какой вопрос Наталья Перемещать Вот в этом Конструкторе Допустим Мы По каким-то Причинам Захотим Поменять Местами Эти Плашки В самом Конструкторе Их можно Переставлять Местами Перетаскиванием Или нет Вот эти Ручные Или Вот эти Автоматические Ну И те И другие Наверное Не знаю Автоматические Вот как Они Идут На растающем Порядке Здесь я делал Вручную Я увидел Вот как Вручную Как поставить Вот эти Идэ Так они И будут Стоять А если Автоматически Они сами Выстроятся По нарастающей А вручную Можно менять Так Местами Сейчас скажу Вот у меня Эти где Картинки А ну-ка Можно Вот так Взять Зацепить Да Вот так Перетаскиваются Перетаскиваются Да Я все Я увидела Это Перетащилась Только Картинка А внизу У меня еще Аккордеончик Я их очень Люблю Они Вот так Вот Это Аккордеоны Да Да Причем Я сюда Еще Вставил Иконочки Еще Могу Рассказать Но Не уверен Что вам Это Надо Вот эти Иконочки Вставляются Из Этой Темы Так Аккордеончики Делаются Кнопочка Делается Вот это Все Делается Да Я поняла Это все Делается Вот в этом Конструкторе Который Вы Показали Да Вот в этом Front Page Builder Я боюсь Что Вам Как Не знаешь Когда тебе Что может Пригодиться То есть Сейчас Может Не надо А через День Завтра Послезавтра Будет Надо Поэтому Надо Понимать Где Чего Есть Ну Давайте Я Покажу Вот то Что Уже Давал Ссылочку Как Было Это Коммерческая Тема Платная Это Мой Подарок Вам Даже Два Или Даже Три Подарка Вот Это New Learning Она Стоит Там Сколько 60 Доллар Уже Подешевела Немножко По-моему Она Стоила 79 Как У них Сделан Дизайн Для Образца Я Сначала Делал По Этому Образцу Но Вот Слайдеры Можно Делать Вот Такие Да Еще С Анимацией Ссылочками Но Сказала Алина Не Надо Ну Да Немного Места Не Надо Тоже Элементы Встроенные Не Надо Вот Эти Табы Не Надо Тут Видно Ну Главное Что В принципе При желании Это может быть Когда-то В другой Момент Нужно И мы Понимаем Что в этом Плагине Это Есть Да Самое Сложное Мы Решили Мы Упростили Категории Вот Решили Упростить Где Тут у меня Вот Управление Категории Упростить И у нас Тогда Жизнь Резко Облегчится Поняла Юрий И Ну У меня На сегодня Крайний вопрос Про Решение Проблемы С В Отдельных Курсах Что студенты Не видят Этот H5P Элемент Который Встроен В лекции Ну Давайте Какой-то Курс Откроем Там Я проверил Работает А вы Проверяли Как Вы Заходили Меняли Роль Или Заходили Под Каким-то Студентом Не Здесь Не в этом Курсе Юрий Вот Про Финансовую Финанс Что там Информа Безопасность Информации В интернете Вот Давайте В этот Курс Зайдем Дело В том Что Ну Как бы Я споткнулась Именно На Этом Когда Ты Меняешь Роль То есть Если у тебя Роль Препада И ты Меняешь Ее На Роль Студента То В этом Случай Ты Все Видишь Все Работает Корректно Не Забудьте Еще Про Сертификаты Чтобы Я Ответил Про Выдачу Так Когда Ты Заходишь Как Под именем Студента Конкретного Студента То В этом Случай Ты H5P Элемент Встроенный Вовнутрь Например Лекции Не видишь Вот в этом Печаль Внутрь Лекции Так И где Вау Вот Преступление Против Собственности Например Вот То Что Вы Не Знаете В Этой Теме Может Догадались Появилась Вот Эта Кнопка Управления Я С Работаю Причем Она Видите Когда Прокручиваешь Низ Она Постоянно Еще И тут Висит Что Очень Причем Она Видна И Студентам Тоже Поскольку Там Находятся Оценочки Вот Это Видит Преподаватель Сейчас Мы Зайдем Под ролью Какого Нибудь Студента И Проверим Извините Не Попало Нет Не Болейте Так Кто Тут Смотрите Ковыркова Не Не У нее Есть А Ну Хорошо Давайте В ней Она Под ролью Студента Я Захожу Да 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 Зайти Под ее Рою Зайти Под именем Да Вот Она Анастасия Кстати Это Вы знаете Мудл Высылает Оповещение А не Прочтет Сообщение Специально Не Буду Открывать И Ее Личный Кабинет Финансовое Так Вот Ее Она Она Ничего Не Посещала Что А Я Вот Персональные Данные Сюда Заходим А заходим Персональные Данные Не 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 Вот Хорошо Там Было Наверху Именно Это Знаете Тут Мудл Показывает Процент Освоения Она Да Персональные Данные Да И Открывает Он Скрыт А вот Анкета Вот Кирилл Устраивается На работу Работает По-моему Или как Что тут Должно Быть А тут Тут Картиночка Вы Куда Нажали Вы Зашли В анкету Не сюда Юрий Не сюда Анкеты Мы Открыли Они Работают Вот Здесь Все Работает Здесь Все Нормально А где Не Работает Выйдите На стартовую Страницу Курса И там Первая Лекция Кирилл Устраивается На работу Ага А вы Размещали H5P В лекции Да Вот видите И здесь Не отображается Вот здесь Должна быть Та анкета Которая Лежит Внизу Раньше Это все Работало До января Точно Работало Все Потом Не знаю Что произошло И Мы Вот с этого Именно Как бы Ну Это было По-моему Тоже В техническом Задании Наверное Да Мы обнаружили Она Вот она Вот такая Да А авторизовался Смотрю Вот на этот Элемент Лекции Уже Под своим Именем Да И тут Ничего Нету Открываю Вот это Кстати Вот этот Гамбургер Оценили Да Открываю Редактировать Настройки Так Не 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 общие Настройки Это Надо В Редактирование Страниц Элемента Там Все нормально В том-то Все и дело С кодами Со всем Мы потратили Кучу времени На то Чтобы И Искали Ошибки В джаваскриптах Где только Они искали И права В общем В итоге Google Окей Сказал Что Какая-то Проблема Есть На уровне Самого Мугла Мы так и Не смогли Эту Проблему Решить Так Это Вот Эта Лекция А вот Редактировать Нашел Смотрим Что там За код Вот Здесь Должен быть Этот код Правильно Да Вот Кирилл Устраивается На работу Да Да Сюда Смотрим Что там Да Тут Здесь Включаем А это Картинка Да Нет Это Интерактивная Штука Которая Была Сделана Именно В H5P И потом Кодом Сюда Вставлено Тут Один Код Фрейм И Второй Два Кода Вы вставили Да Ну Да Вот они Так и Так и Есть Как бы Так Вставлены То есть Мы как Преподаватель Ну Преподаватель Видит Роль Преподавателя Преподаватель Который Изменил роль На роль Студента Тоже Видит А студент Не видит Да Я тоже Не видел Сейчас Как Преподаватель По-моему А Вот это Не видит Да Да Именно Саму Эту Картинку Преподаватель Все Видит Преподаватель в роли студента видит, студент только в роли студента не видит. Вот с этой проблемой, а у нас в четырех курсах, даже в пяти курсах такая система есть. А где вы, как вы это делали? Вы заходили на H5E, брали скрипты, и кодом сюда вставляли. То есть это до января месяца работало, мы это делали еще октябрь, сентябрь, ну в общем, вот когда-то, в прошлом году мы это делали. Ну, мне надо немножко посмотреть. Ну да, естественно. То есть я просто хочу, ну как бы обозначаю, что вот с этой проблемой, насколько я понимаю, она в техническом задании была. Насколько это решаемо? Если эта проблема не решаемая, потому что там какие-то портальные особенности Moodle, значит нам надо понимать, что надо переделывать курсы. Я вот что заметил. Когда я беру фрейм из H5P, у меня здесь адрес H5P. А у вас там какой-то другой адрес. Потому что мы делали H5P на портале. Вот смотрите, в этом курсе вы в самом месте, если опуститесь по ленте, то... Вы через вот это делали, да? Да, да. А я просто вставлял фрейм оттуда чистенький. Нет, мы, если ты делаешь на самом сайте H5P, на стороннем сайте, то ты просто как бы встраиваешь, ну получается интегрируешь сторонний элемент. А, вы хотите с оценками, чтобы было, да? Да, совершенно верно. И поэтому мы делали на самом портале, то есть в этом же курсе есть элемент анкета, он в самом низу. И брали код, вот если по ленте курса вы опуститесь вниз, то вы увидите. Сейчас они открытые. Мы изначально их скрывали, чтобы студенты их не видели. И все работало. Что произошло, когда произошло, как бы мы не понимаем. Вот, видите, вот он элемент анкета. Мы в принципе понимаем, коллеги, слышно меня? Да. Да, не видно почему-то, не определяет камеру, система. Вот, произошло обновление Moodle на версию, по-моему, больше семерки. Вот, и это, я так понимаю, какая-то родовая травма этой версии Moodle. Вот, и проблема началась именно после того, как мы обновили более раннюю на последнюю версию. То есть, если мы сейчас не решим, ну, как бы в этой версии Moodle, это проблема нерешаемая, значит, нам надо просто понимать, что надо полностью переделывать курсы. Так, да? Ну, вы упреждайте, я не спешу с этим вариантом, потому что там много времени было потрачено, и работа-то хорошая. Так, вот теперь я понял, о чем речь. Да, в ТЗ было написано про лекции, действительно. А я посмотрел просто вставку скриптов. Да. Давайте рассмотрим вариант, если вы будете переделывать без H5P. Вы говорите, уже потратили время, не нашли решение. Конечно. Конечно, было потрачено. Это проблема самого Moodle, и, ну, вероятно, нужно дожидаться, когда они выпустят новую версию. И вот в этом вопрос такой, Юрий. Насколько там, условно говоря, там поплывет все, что вы сделали, если вдруг мы обновим Moodle на более поздней версии? Вот ваши прогнозы какие? Сейчас скажу. Я слышал, что они там недавно объявили о коммерческой версии H5P и о сокращении бесплатного функционала. Может быть, из-за этого они и создали проблему, чтобы начать монетизацию. Вот, уже люди искали, загрузка библиотек, проблема, ошибка, загрузки. А, это еще старая версия. Это еще 18, это не то. Это старые новости. Юрий, а вот тот шаблон, который вы сейчас поставили, все вот эти плагины, если Moodle будет обновляться до новых версий, шаблон вот этот вместе с плагинами, он может как-то там поплыть, сбиться, перестать работать? Ну, ближайший план их выпустит, по-моему, в июле новую версию 3.9. Мой прогноз, он до четверки, эта тема точно доживет. А вторая важная часть, раз мы уже начали, я обещал вам помогать после подписания акта. Они постоянно присылают новые версии вот этих тем, обновляют какие-то ошибочки, находят какие-то улучшения. Вот, например, вот это вот управление появилось недавно, месяца не прошло, вот здесь, с левой стороны, вот это. Они добавили очень сильный элемент, то есть вы не переживайте на этот счет, я думаю, и на четвертой версии этой темы будет жить. С вероятностью 99%. Ну, понятно, тут как бы гарантии и Господь Бог не даст, потому что никто же не знает, что может произойти. Сколько она оплатная, я ее купил официально, я не украл ничего, я ее купил. Они мне присылают обновления, я вам буду их или вам передавать, или сам обновлять. Угу, понятно. Не переживайте, оно долго у вас будет жить. Дет пять проживет точно. Ну, слава Богу. И правильно ли я понимаю, что нам не надо спешить с обновлениями самого Мудла, потому что все новые версии Мудла, они могут быть неустойчивые на первых порах. То есть вот пока та версия, которая есть, вы же ее уже вместе с Шалвой там настроили, ну, все вот эти моменты, с сервера там и все остальное. То есть пока как бы не надо спешить с обновлениями версии самого партнера. Вы практически знаете, что говорите, да, спешить не надо. Сейчас у вас 3.8.3 самое новое. Шалва, я убедился, он вполне компетентен, чтобы, допустим, вечером сесть, обновить и восстановить резервную копию. Убедился, что он умеет эти откаты назад делать, поэтому вы посматриваете, а что же там принципиально новое? Там обычно ничего не появляется. Но если что-то там, какая-то фишка вдруг народилась, вы Шалве говорите, давай-ка резервные копии проверь, поставь новую, давай мы посмотрим, если все там работает, то оставляем. Если не работает, то откатываемся. Понятно. Вначале первое слово, приготовь резервные копии. Угу, все понятно. Он умеет это делать. Ну, отлично. Он работает за принципом, пока все работает, как бы лучше не трогать. Да, лучше, да, не сломалось, не чини. А, я вас обманул. Вышло вот это, а у вас 3.8.2. То есть уже есть более. Ну, и я думаю, что пока как бы не надо спешить с обновлениями, потому что новые версии, они, как правило, что-нибудь с багами, с какими-нибудь живут. Так, значит, вы говорите, опять вы смотрите, а что же там за аналитику-то смотрите по этим? Вы смотрите, кто прошел результаты этой лекции, этой анкеты, да, в оценках? Ну, изначально было принято такое решение, что собрать именно, вот, чтобы в лекцию, с помощью родного элемента модул лекция, но вставить вот такие интерактивные страницы, сделанные в H5P. То есть на тот момент нам это казалось интересным решением, потому что никто не предполагал, что может произойти какая-то ошибка. Ведь все было хорошо, и достаточно долго работало. Мой совет такой, раз уж мы пошли на анализ и прогнозирование, доверие вот к этим H5P стопроцентного быть не может. Второй момент, они очень трудоемкие, вы тратите много сил на вот эту красоту, а педагогический эффект, надо посмотреть, стоит ли столько времени тратить на H5P, на вот это все выплывающее, может быть есть более простые и гарантированные методы. Вот такие выражения. Допустим, обогащенные данные, если посмотреть, что вы... А, это результатов нет. Давайте еще раз... Персональные данные. А, да, персональные данные. Посмотрим вот на любой H5P и сделаем вывод, зачем мы на него тратим время. анкета. Во-первых, мы знаем с вами, Наталья, что в Moodle есть шикарные свои анкеты. Вот что он тут делает? А, тут у вас... Интерактивная, да, штука. Ветвление. Да. Так прошло? Да. А где оценка? Это просто контент. Это тут пока я не вижу заданий. Это информационный контент. Все верно. Это контент, и никакой оценки здесь нет. Вот в этом случае, если у вас на H5P скрипт остался, вы же создавали его на H5P.org, не com, а org, то вы его вставьте сюда, и он будет работать без... Нет, Юрий, мы ушли... Или тоже не работает? Нет, мы ушли от того, чтобы пользоваться именно отдельным порталом H5P. Мы не делали на сайте отдельно, мы делали все на плагине Moodle. А-а. На плагине H5P внутри Moodle. Ну, я как бы склоняюсь сейчас к тому, что авторам, к сожалению, придется переделывать этот курс и решать иначе ситуацию. Я бы решил эту проблему быстро так. Я беру скриншот вот этой красивой, готовой картиночки, вот, видите, сохраняю ее как файлик. То есть собираю скриншотики вот эти. Так, и скриншотиков выстраиваю логическую последовательность в том же элементе лекции. Хотя я его тоже не люблю, он трудоемкий, он забирает кучу времени. Вот лекция, он очень трудоемкий. А у вас времени свободного мало. Что можно сделать из этих скриншотиков? Да те же слайды. Нет, как изменить и как решить как бы мы понимаем. Мы просто надеялись изначально, что есть возможность поправить ошибку. Ну, то есть, если сейчас мы решаем, что ошибку не поправить, значит, мы берем в переработку. Я так и скажу. Я еще... Коллеги, смотрите, я сейчас смотрю, что нового в H5P, вот WhatsApp скинул одно из обновлений. Вот это, возможно, связано именно действительно с изменением политики H5P. Вот они, видите, там пишут, что-то они сделали, да. В результате чего, да, H5P только авторы могут видеть содержание. Возможно, Юрий, вы действительно правы, это связано с тем, что они переходят на коммерческую... На коммерческую политику. Да, надо, видимо, посмотреть еще на сайте H5P, что они про это пишут. Тогда, может быть, Антон, решением будет приобрести у них какой-то платный тариф для центра и уже на основе этого платного тарифа совершенно спокойно работать с плагинами. Надо понимать, какая интеграция между их официальным сайтом и плагином для Moodle. Но при этом вначале определиться, что делать с этими наработками, они же, получается, созданы в Moodle, а они зависают. Ну, естественно, это мы будем отдельно решать, отдельной песней. То есть здесь несколько задач на самом деле. Сейчас, я думаю, мы не будем на это тратить время, просто потому что его ни у кого нет. Я не отказываюсь все равно посмотреть это задание. В лекции HPP невидимость для студентов. Ну, если это глобальная проблема, и она связана, ну, то есть мы уже выяснили, что это глобальная проблема, связанная с Moodle. Это мы предположительно выяснили, что возможно, скорее всего так, но я еще посижу и посмотрю. Ну, да, да, мы будем рады, если вдруг найдется решение, мы будем просто счастливы. Так, HPP вот это действительно. Так, и с сертификатами, Юрий, вы говорили, что еще вопрос с сертификатами был. Он встроенный, если войти в режим редактирования курса, он идет в составе Moodle, этот сертификат. Вы его вставляете в конец. Добавить элемент под названием... Добавить что-то... Добавить элемент... Сертификат. Ну, я же правильно... Я не вижу, не вижу. Плагина нет, плагина не видно. Хорошо, я его поставлю. Но тогда для того, чтобы выдавался сертификат, все элементы курса должны быть оцениваемые и связанные друг с другом, чтобы автоматически суммировалось, ну, то есть был какой-то итог в баллах по курсу, и на основе этого итога выдавался сертификат. То есть сертификат выдается при выполнении условий, так ведь? Верно. Это вы знаете, молодцы. Модуль сертификат вот такой вот может выдаваться, вот такой. И здесь важно будет, вот тут будет заморочка. Ну, вот эту рамочку можно, печать, подпись директора, все можно. А вот это место нужно будет оставить пустым. будет написано «Кому». Ну, чтобы подтягивались данные, там надо настроить что-то, да? Да, да, успешно окончил курс, это будет зашли в картинку, а вот сюда будет вставляться название курса. И оно бывает, оно очень длинным у вас. И вот тут могут быть проблемы, может не влезть, он пойдет на эту красивую рамку. Поэтому нужно будет играть с рамкой, делать ее не слишком такой уж, и с названием курса. Ну, или продумывать, а может подтягиваться в этот сертификат краткое название курса? А, хороший вопрос. Одно из двух, да. Вот тут можно, вот тут можно, да, можно поиграть. Какие-то еще поля, допустим, преподаватель, ну, например, если нам надо, чтобы в сертификат подтягивался там преподаватель. То есть был какой-то тренинг, и надо, чтобы тренера там... Можно. Можно. Уникальный номер. Сразу говорю, он не понарастающий, а случайный. А, то есть это генерируется, да, какой-то номер? Да, не очень красивый, тут я ничего не смогу помочь. Он не такой вот хитромудрый. Можно вставлять или не вставлять, сколько он освоил часов. Дату автоматически у каждого она будет своя или единая на всех. Тоже варианты есть. А сцену можно показывать, не показывать. Вот эта задача мной решалась, и она хорошо работает. Самое сложное найти вот эту картинку, причем по слоям. Если мне пришлете печать на ПНГ, прозрачку, подпись, я это скомпоную и где-то сделаю один раз. Вам тяжело это будет все настроить. Там поля, А4. Ну, понятно, там настройки нужны. Да, вы мне пришлете А4, хорошую картинку, ну, допустим, JPG, а на выходе он выдаст ему, он нажимает на кнопочку, получить сертификат, появляется окошко в PDF-файле. И пользователь может скачать PDF-файл со всеми подтянутыми данными. Да, и распечатать, и повесить на рамочку. Очень сильный прием. Без вашего участия. Вот сюда я добавлю. Ну, да, да, это мне понятно, как бы, порядок мне здесь понятен. Главное, это настроить вот этот плагин и действительно сделать сертификат, согласовать его с администрацией центра, каким он должен быть. Я, например, выдаю им не сертификат, а иногда удостоверение. Вот у меня в профиду они получают удостоверение, установленное члены союза с фотографией своей, там все название с моей подписью. Но не А4, а вот такое вот бедненькое тоже можно настраивать. Ну, понятно, тогда это надо, чтобы на уровне администрации центра были приняты решения. Да, а потом, когда я сделаю, вы же будете менять, жизнь будет двигаться, я вам сделаю инструкцию, как настраивать сертификаты. Понятно, отлично. Да. Отлично. Ну, в принципе, мне как бы основные моменты понятны сейчас. То есть, резюмируя, мы сейчас убираем все пустые категории, и у нас на стартовой странице по-прежнему будет два варианта. Один вариант – это ручная настройка с помощью вот этого плагина. Забыла, как он называется, красивенький там плашки, где который? Менедж пейдж, что ли? Да, 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 менедж пейдж, да. И один вариант будет… Не, не менедж пейдж. Менедж пейдж – это отдельная страница, ручная, да, где вот эти вот строки, колонны, вот это вот вся штука. Как это называется? Забыла, как эта штука называется у вас? Front page builder. Да, да, вот это. Вот это самое слово. И администраторы, то есть благодаря вашей инструкции администраторы будут понимать, как можно, ну, в случае необходимости добавлять, убавлять, чего-то переделывать. Вот этот пункт. При нажатии на каждую из плашек на главной странице, могут отображаться другие плашки в этих категориях. Вот когда я уберу… Это же я сделаю лишнее, уберу, да? Угу. Или вы? Вы. Я уберу пустые категории, то при нажатии на главной странице, на плашку категории, он увидит эту витриночку. Угу. Дальше, курс, там они все откроются, а вот дальше, вот уточняющий вопрос. Алина говорила, что надо делать на каждый курс посадочную страницу, через manage page. Нужна ли она? Некоторые курсы вообще без фотографий, ну, я там, правда, фотографии какие-то нашел. Ну, какие-то тоже… Ну, потому что, да, потому что еще только… Некоторые вообще без описаний, что с ними делать, я не знаю. Вот все, что пока мы определимся. Вот тот файл, который вам прислали, да, в Excel, то есть мы сейчас вот в соответствии с этим файлом делаем. Что у нас есть, ну, желательно все сделать, да, вот этот рубрикатор, да, да, да. Сейчас все делаем в соответствии с ним. Наталья, добрый день, я перезвоню минут через 10-15. Алло. Здравствуй. Хорошо. Да, я вам говорю по скайпу, перезвоню, я сейчас закончу и вам перезвоню. Давайте минут через 10. Так, а теперь табличку, да, табличку эту Excel я видел. Рубрикатор курсов. Да, 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 она. И вот по этому рубрикатору. Да. Раз, два, три, четыре, какие-то… Вот это скрытое, курсы в разработке, это скрытое будет штука. И тут не так уж много курсов. Да. Что делать, если нет описаний? Мы, пусть его будет пока нет, мы в ближайшее время его сделаем. Тогда я сделаю… Алину не слышно. Меня слышно? Алину не слышно. Алло. Да, сейчас слышно, Алина. Тогда я могу сделать два способа. Могу создать эти курсы, точнее, не так, эти страницы в Manage Pages, где есть описание, я туда размещу, а где нет, они будут пустыми. Или второй вариант, чтобы не путать людей, я не делаю, то они придут на пустую, а там пусто. Нет, пусть будет, мы пока будем давать те курсы, которые уже готовы, и описание к ним сделаем. У нас будет пока зачисление на курсы администраторам, то есть мы пока платформу не выводим в массовое пользование, чтобы люди там сами регистрировались. Поэтому все, кто будут зачисляться, они будут получать подробную инструкцию, куда им зайти и чего увидеть. Кстати, а зачем вы столько много сил тратите на главную страницу? Она что у вас, продающая? Будет в перспективе. То есть мы хотим, чтобы и сейчас уже, ну то есть изначально было прилично все сделано. Потому что человек, который хочет сначала на главную страницу, он должен сразу понимать, что есть на этой странице. Интересно. Потому что если для обучения обычно дают ссылку курса, вот там и как туда записаться. А главное... Это просто не курируемые курсы. Мы хотим, чтобы студенты из разных городов, с которыми мы напрямую не общаемся, чтобы они узнавали ссылку на наш портал, заходили на него и сами выбирали на какие курсы заходить. То есть это будет в ближайшее время, поэтому нам сейчас это важно. Хорошо, понял. Как они будут туда попадать? Самозапись, через оплату? Как вы планируете? Сначала у нас будут все курсы бесплатными, и было бы хорошо, если бы они сами могли регистрироваться. Потому что если в какой-то момент их станет много, то это будет большая работа, чисто техническая. То есть вы так общественная организация, они сами выбирают и обучаются по свободному графику, да? Да, да. А потом в перспективе, когда эта платформа уже заработает, когда на нее будет много людей заходить, мы хотим потом добавить платные курсы. И на них уже будет отдельная регистрация. Так, про платные вспомнил. Вы отвечали на вопрос. Пока не надо. Юрий, какие риски, когда включена на портал процедура саморегистрации, самозаписи, что боты лезут, там еще какие-то моменты, риски безопасности портала? Никаких. Никаких, да? Я только один сайт знаю, куда лезут иностранцы, непонятные, с непонятными именами. Это у врачей я делал сайт, у фармаколога. Большой сайт. Но там сначала он регистрируется, приходит отмену письмо. Если я вижу, что он пишет не по-русски, его зовут никак, я его просто не допускаю. Вот так вот. Каждого допускаю вручную. Или кодовое слово, самое надежное кодовое слово. У вас таких рисков нет. У вас нет такого, что связано с чем-то коронавирус или что-то такое. Там у них действительно ценные такие данные, коммерческие, с дорогими исследованиями. Вот. А у вас общественная организация, не думаю, нет, рисков не будет. Не будет. Ну, то есть, настраивается процедура саморегистрации на портале. Сначала, да? То есть, нам надо понимать. Она есть, да. А потом, после того, как человек зарегистрировался на портале, он выбирает и записывается на курс. Так же? Вот он видит кнопочку или вход, или зарегистрироваться. Угу. Если надо зарегистрироваться, он регистрируется. Все, я поняла. Угу. Хорошо. Коллеги, я предлагаю на сегодня, ну, у меня как бы... От бота под защиту у вас стоит. Я поняла. Алин, есть вопросы? Есть предложение, немножко, ну, закончить обсуждение того, как будет выводить курсы на главной странице. В связи, ну, соответствует с этим файлом. Там просто в файле Excel есть столбец под категории и есть столбец специализации. Ну, вот смотрите. Специализация. Оставляем вот эти специализации или выводим курсы в корень, в курсы по профессиональным навыкам. Если оставляем, тогда я делаю через название вот этих ходов не автомат. Мне кажется, что вот в том месте, где у нас отображаются плашки, нужно вывести курсы напрямую. Хорошо. Вот курсы, да. Но нужно, чтобы было видно специализации где-то. Может быть, вот сверху, там, где открываются категории курсов. Или вот наш заказчик предложил, а может быть, справа или слева можно сделать меню, где было бы видно схему курсов. Ну, вот что есть такие категории, такие подкатегории, и в них вот такие курсы. То есть, с одной стороны, нужно, чтобы визуально было видно курсы сами. Потому что, например, если просто видно «стань бизнес-юристом», то не совсем понятно, какие курсы внутри. Лучше, чтобы курсы были сами видны. Но, с другой стороны, есть пожелание, чтобы была видна где-то вот эта структура. Вот я не совсем понимаю, как это можно разместить. Ну, тогда возвращаемся к тому, что было в самом начале. Я возвращаю вот эти два курса под категорию вот это. Никаких ничего не удаляю. Ну, это так хуже смотрится. Давайте лучше вот там, где плашки, я на главной странице напишу вот этот крупный подзаголовок текстовый. В нем будет чуть ниже еще одна строчка. В нем на главной странице будет ниже, чуть ниже, еще одна строчка. И только после этого он увидит название курсы. А, то есть в названии, на плашке название будет большое название, чуть меньше, чуть меньше. Правильно? Будет некрасиво, но вы так... Нет, давайте... Нет, 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 нет. Нужно, чтобы было красиво. Ну, чтобы где-то еще была вот как бы структура. Можно добавить вот эти специализации под категории, может быть, вот верхнюю часть на синей плашке. Смотрите. Под категории. Да. Юрий, а если сделать так? Вот это выпадающее меню, где у нас на верхней ленте выпадающее меню? Вот эти курсы... Ну, вот эти три категории. Туда, может быть, добавить? Мы там делаем вот эти вот... Вот здесь легко. Вот эту экселерскую... Да. Вложить вот сюда выпадать вот эти вот ступеньками. Это не проблема. Вот, давайте там сделаем. Да, а вот здесь тогда, где плашки, будут просто плашки с самими названиями. Да. И еще мы решили, что вот это краткое описание, которое здесь добавлено, что его тоже можно отсюда убрать. Потому что просто плашки будут смотреться эффектнее. А, соответственно, если пользователь... Я сейчас запишу, убрать описание, они скрываются, их не видно. Убрать. Но это в настройках каждого курса делается, просто галочка убирается, да, а не показывать описание. Нет, нет. Это в настройках вот этого Front Page Builder убрать показ описания. Они останутся в самом курсе, а здесь не видны будут. Убрать описание курса. Вот. И сделать, получается, вот плашка курса, под ней название курса и под ней маленьким шрифтом, где есть название подкатегории, где он находится. Тут, в принципе, где-то так и есть. А где... Он показывает, Алин, он показывает название курса покрутнее, а ниже ту подкатегорию, в которой он находится. Ну вот вы сейчас выделили альтернативное разрешение споров. У нас этот курс подкатегории «Стань бизнес-юристом», по-моему. Вот можно сейчас в файле посмотреть. Какой альтернативное... Альтернативное разрешение споров, да. А, вижу. Теперь я понял, что перемешано. Да-да-да-да-да, вот. Хорошо. То есть, вот так вот это все уйдет, а название подкатегории, в которой находится вот этот курс, будет подносить расписано. Длинные вот эти названия пойдут в две строчки, но ничего страшного. А если они будут в две строчки, то плитка, она собьется тоже или нет? Она, знаете что, появится небольшое расстояние сейчас, вот если вот эта нижняя черта, да, вот это будет до второй строчки, а здесь будет пустое место, небольшое. А, ну тогда нормально. Небольшое пустое место. Не так уж страшно, ничего нормально. Так, ну вот это уже упрощается. Получается у нас две болевых точки, это H5P с неизвестным результатом. Может быть я найду. И вторая, это самая тяжелая работа, это создание сертификатов красивых с автоматом. И вот больше сертификатов. Нужно сейчас уже что-то прислать нам как от организации? Печать круглую. Я не буду ее использовать для своих целей. Круглую. Знаете, да? Да, да, да. Или просто ее на бумагу шлепните, на белый лист, просканируете в цвете, вышлите, а я сделаю ее прозрачной. Подпись руководителя. Подпись руководителя также на белом листочке в цвете просканировать, выслать, и я с ней поколдую, чтобы она оставилась. Или хотите, без печати, без подписи. Алин, вам надо с Максимом и с Антоном обсудить, как вы хотите, чтобы выглядел сертификат, и какая на нем должна быть информация. После этого тогда уже, ну, Юрию конкретизировать задачу. Можно по-разному. Можно просто печать без подписей, с именем преподавателя, с названием курсом, с количеством часов, с оценками, то есть что должно быть на сертификате. Угу, окей. Ну и корпоративные цвета, то есть может быть, вы как там логотип, в каком цвете он должен быть, там, ну и так далее. Ну вот это я, такие сертификаты мы выдавали. А шаблоны, они, мы их можем вам прислать, или они есть у вас? Ну, я имею в виду самих сертификатов, вот А4. Алина, у нас есть же сертификаты, давай пришлем один из наших стандартных. Ну вот я, да. Я отвечу так, я очень долго их разыскивал, выбирал, вот это сделал Moodle, вот видите, это Moodle сделал. Ну то есть мы можем вам тоже их прислать? Конечно. Если у вас есть готовый стандартный сертификат, конечно, вы можете его прислать, отсканировать, в хорошем качестве прислать Юрию, все, и вопрос тогда вообще решен. Хорошо. То есть у меня сейчас их нету, но я их разыскивал долго, вот подбирал, с имитацией водяных знаков, вот тут подпись ставил, это я делал когда-то, в 17-м году, печать сюда, искусственно вставлял, через PNG файл. Получалось неплохо. Вот тут и код какой-то. Ну то есть да, вы уже как бы решите, как вы хотите, чтобы он выглядел с Антоном, с Максимом, и потом будет понятно, что дальше делать. Хорошо. Ну тогда, наверное, на сегодня... Если надо, я поищу вам, не знаю, тратить на это время, если у вас есть красивенький... Есть, мы тогда пришлем. Пришли, пришли. Прочит на это время. Так, а если вы пришлете свой, и у вас там вот это уже все, печать и подписи стоит, тогда мне меньше работы будет. Хорошо. Шрифт, у вас там уже какой-то... Ну, посмотрим потом на шрифт. А, вот, кстати, насчет шрифта на сайте тоже нужно его сделать каким-то одинаковым по всему сайту. По размеру. ну там в описаниях некоторых я через буфер там или как-то делал. Это я описание вот этих вот двух курсов менял. чуть-чуть. А больше нигде шрифты не менял. Только в описаниях двух курсов. Я же там по многим курсам вот эти все ваши... Вот тут не было описаний, я их придумывал. заходил в курс. Ну, да, мы посмотрим. чтобы не было пустым. Теперь, оказывается, это не очень-то и надо было. Хотел помочь, показать, как оно будет выглядеть. Ну, да, спасибо. Ну, мы... Описания-то останутся там в настройках, просто здесь с основной страницы они уберутся. Да. Хорошо. Звоните, я прошу, в чате там не всегда бывает понятно. Я попрошу, если позвонить, связаться, так вот раз, посмотрим, соберемся, да? Хорошо. Если все понятно, то я переделал шапочку вот так, сейчас пойдет? Да, 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 я увидела. Да, спасибо. Описание тоже вот так высвечивается. Да, отлично. На мобильном я проверял, работает. Я понял, почему на мобильном вначале не смотрелось. Вы там для мобильного поставили тему не по умолчанию, а вот ту старенькую, и она поэтому старенькая и выскакила. Юрий, можно вас еще попросить сейчас открыть курс персональные данные? Вот он. И можете вниз страницы, в самый-самый низ отмотать? Да. Вот, видите, тут внизу юридические клеи, ники, вот так. тут. Это вот на некоторых страницах, так вот? Тут какая-то гиперссылка. Что это за гиперссылка? Все, я понял, я вычищу это. Спасибо. Я теперь ничего не понимал, там закрался вот этот ссылочка какая-то в футере. Ссылка. Вопросов нет. Там что-то еще ваш коллега хотел сказать? Я его перебил. Антон, что-то хотел сказать? Антон. Нет, ничего. Спасибо, Антон. Все хорошо. Запись выключаю. Хорошо, спасибо тогда большое.